Я, наверное, люблю в итальянском языке, потому что все здесь люди разговаривают на английском чуть-чуть. И в первую очередь, конечно же, мы все являемся вашими учениками. И как-то в любом случае есть определенная грань, например, скованность и неудобство разговаривать перед вами. И из-за того, что мы вам что-то рассказываем, мы не получаем у вас, а просто делимся с теми мнениями, которые есть у нас. И с тем, в определенной мере, с той духовностью, которая непосредственно к нам всем пришла непосредственно в посланник Аллаху Алиси Ак-Ас-Аллаху. И говоря уже о воспитании, кому как не преподавателям, кому как не учителям знать, сколько это тяжелый труд. Насколько это трудоемкая работа и отношение детей, каждая вроде бы сказка, которая нам кажется таким небольшим элементом, она имеет определенную большую роль, она имеет огромную роль в воспитании психики человека. И на сегодняшний день даже есть определенные аналитики, которые сделали анализ определенных сказок непосредственно на русском языке. Оказалось, что даже не все сказки, которые есть на русском языке, они воспитывают правильно. Допустим, сказка, допустим, да, например, про Иванушку дурачка, допустим, да, или человек, например, человек лежал у нас всю жизнь на печи, пошел, повезло ему, понимаете. Просто здесь человек, ребенок в сказке видит, ничего он не делал, он куда-то пошел, ему повезло, и все вдруг стало хорошо, все вдруг стало прекрасно. А в жизни же так не бывает, в жизни бывает прекрасный оборот. И вот даже такие моменты, нам кажется, да, вроде бы сказка, да, вот они, они являются подсознанием человека, это закладывается непосредственно в психику человека. И такие моменты непосредственно, такие моменты учесть, наверное, мы не сможем, их слишком много. И это слишком такой тонкий труд, которым должны заниматься непосредственно профессионалы. А в исламе есть некоторый, как бы, намек на то, что это влияет на всех людей. Допустим, говоря об играх, в исламе это поощряется все игры, результат победы, которых зависит непосредственно чисто от физических способностей, от умственных, например, определенных действий. Но полицаются все игры, исход которых зависит от элемента удачи. Допустим, нарды. Почему? Например, нарды, исход этой игры зависит определенной мере от того, как ляжут, допустим, эти залики, ляжут залики или же карты. В определенной мере зависит от того, какая карта выпала. В любом случае, там есть определенный элемент удачи даже. И вот в этом случае, в исламе говорится, что если человек будет играть вот такие игры, он же играет не 5 минут, он играет достаточно долго. Вот эти человек, в этих играх, у него будут определенные эти мысли, правильно же? Определенные мысли через время перетекают определенные эмоции. И определенные эмоции через время проявляются, вытекают в характер человека. И в данном случае вот такие моменты есть, более тонкие, да, допустим, которые в идеале являются высшим мастерством преподавания. Но это, наверное, очень тонкий труд. И сейчас, например, за то, чтобы мы там за 1-2 года нашего анализа, мы, наверное, это все не сумеем пересмотреть и проанализировать. Просто надо это тоже учитывать, вплоть до этого.